Приветствую всех зрителей у себя на канале. На нашем сегодняшнем обзоре оказался вот такой прекрасный преднагреватель плат или нагревательный стол, называйте как хотите, который был любезно предоставлен интернет-магазином SuperRise. Ссылку найдете в описании. И сегодня я хотел бы сделать его полный обзор, тесты, разборку и прочее. Моделька называется достаточно бюджетный, кстати, термостол. Моделька называется производитель BY-A, сама моделька BY-4030. Это 40-30 это цифры, показывающие размеры данного стола. Как видите, стол достаточно большой, он выполнен очень качественно. Верхняя часть сделана, ну сама часть, которая нагревается, сделана из авиационного алюминия, между прочим, достаточно толстого. И в целом он полностью металлический, при том металл толстый. По управлению он достаточно прост. Имеется дисплей, на котором можно выставить значение температурой от 0 до 400 градусов, ну и прочие некоторые настройки. Четыре кнопки управления, выключатель питания. Питается эта штука от сети 220 вольт. Забегая вперед, сразу хочу ответить на вопрос, сгодится ли данная штука в качестве полноценной замены той же инфракрасной паялки, нижнего подогрева. И чем вообще эта штука отличается от обычной плиты, на котором тоже с успехом как бы можно паять чипы, паять светодиоды и прочее. Ну, ребят, вообще по своей природе инфракрасная паялка ничем не отличается от инфракрасного нагревателя. Эта же штука ничем не отличается от обычной электрической плиты. Но здесь вопрос лишь в удобстве. То есть у вас есть узконаправленный специализированный прибор, здесь все удобно, большой стол, можно выставить и точно контролировать температуру, в отличие от того же утюга, например, на котором тоже с успехом можно паять, к примеру, СМД светодиоды. То есть там вы не добьетесь точного контроля, там нету всех тех удобств, которые имеются тут. Это нужно понимать. А так именно по природе нагрева это обычная плитка, как и инфракрасная паялка, можно сказать, является инфракрасным обогревателем обычным. Так, естественно, не стоит эту штуку рассматривать как замену инфракрасной той же паяльной станции. Я здесь повторю, что нагрев не именно инфракрасный, не похож на инфракрасную паялку. Здесь непосредственно нагревается вот этот стол, а тепло уже передается платье или деталям, которые вы там паяете. В случае инфракрасной паялки там нагрев немножко иначе. Но, тем не менее, на этой штуке можно с успехом паять как теплоемкие платы, ну как паять, демонтировать, монтировать компоненты. К примеру, я уже пробовал видеокарту здесь, материнскую плату, без особых проблем. Естественно, нужно какие-то стойки придумать. В случае инфракрасных паялок тоже самое нужно сделать, чтобы сама ваша плата не имела непосредственного контакта с этим вот столом. То есть нужно, чтобы на небольшом расстоянии она находилась, а тепло уже будет передаваться. Эта штука достаточно долговечная. Естественно, здесь нет верхнего подогрева для полноценного ремонта, монтажа и демонтажа БГА микросхем, к примеру. Это нужно учитывать. Но и, естественно, этот стол не стоит столько, сколько стоит инфракрасная паяльная станция. Они последние, как правило, очень дорогие. Отлично подходит для сушки после промывки плат. Допустим, нужно сушить. Отлично подходит. Здесь контроль, повторюсь, температурой достаточно точный с регулировкой от 0 до 400 градусов. Можно работать и с бессвинцовыми платами на базе бессвинцового припоя. Все это без проблем расплавится. Ну и если нужно ускорить процесс, то можно сверху помочь феном, допустим, для демонтажа определенных компонентов. То есть, повторюсь, что подойдет для очень серьезных массивных полигонов, для теплоемких плат. Я думаю, что люди, которые работают с светодиодными прожекторами, с видеокартами, с материнскими платами, с сварочными инверторами, почему бы нет, потому что бывают сварочные инверторы, которые, в общем-то, немножко, например, те же фубаки и прочие сделаны, вся сила сделана на СМД-монтаже и на алюминиевой подложке. То есть, нужно все это вместе нагревать, чтобы там демонтировать или монтировать какие-то компоненты. Вот для таких задач отлично эта штука подходит. Стоп достаточно увесистый, сделан довольно качественно. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот эта верхняя часть нагревателя изолирована от нижней части, где у нас находится, собственно, система управления. Но я думаю, что мы чуть позже это вскроем и здесь внутри практически ничего не будет, только источник питания и мозги. Нагреватель находится в этой части, то есть, непосредственно серьезного какого-то теплового контакта нету между ними. Заявляет производитель, что здесь имеется, здесь тип нагревателя керамический. На передней панели мы видим некоторые данные о нашем столе. Четыре кнопочки управления, дисплей на трех семисегментных индикаторах, индикатор питания, здесь выставляется определенная температура, ну и выключатель питания. Снизу мы имеем резиновые ножки. Так, не очень удобно показывать. Здесь находится вентилятор охлаждения. С боковых сторон имеются отверстия для естественного охлаждения резиновые ножки и очень-очень приличной толщины, вот обратите внимание, приличной толщины металлический корпус. Он сделан полностью из металла. С обратной стороны все, что мы имеем, это разъем питания с гнездом для предохранителя. Некоторые сведения о модели питающем напряжении тоже. Воздухозаборные отверстия, это все. То есть, он сделан максимально просто и справится абсолютно любой человек, к нему даже привыкать не нужно. Рассмотрим основные характеристики данного преднагревателя плат. Итак, они сейчас перед вами. Питающее напряжение сетевое 220-240 вольт 50 герц. Мощность нагревательного стола, нагревательного элемента в целом 2 киловатта. Температура регулируемая в пределах от 0 до 400 градусов. Нагревательный элемент здесь заявлен, что керамический. Размеры самого стола 42 на 32 на 16 сантиметров. При этом размеры самого вот этого, этой вот нагревательной части составляет 40 на 30 сантиметров. Значит, материал, который использован здесь, судя по словам производителя, это авиационный алюминий. С большой теплопроводностью, не должен обгорать. Длина кабеля питания сетевого шнурка полтора метра. Имеется теплоизоляция, и тут она на самом деле имеется. То есть, можно его спокойно выключить, взяться за боковые вот эти части. Тут важно не дотрагиваться верхней части. Они между собой, кстати, изолированы. И спокойно можно переносить куда угодно. Так, имеется воздухозаборное отверстие по бокам, а также имеется снизу вентилятор. Чуть позже я поясню. Это для охлаждения начинки. Имеется светодиодный дисплей с четырьмя кнопками управления, с индикаторным дополнительным светодиодом. Ну, это в целом панель управления. Давайте для начала мы его полностью разберем. Посмотрим, что у нас здесь находится в этом, так сказать, подвале. Нагреватель я разбирать не буду, хотя стоило бы, чтобы проверить именно тут, как заявлено, керамический нагреватель или обычный нехромовый. Но это, я думаю, долго. Не знаю. Посмотрим. Если все окажется проще, чем я думал, то разберем и нагревательную часть этого стола. Вот наш стол полностью разобран. Опять же, обращу ваше внимание на вот этот металл недетской толщины. Согнуть эту нижнюю часть практически нужно приложить много усилий. Хотел бы также отметить качественную покраску. Здесь действительно все сделано нормально. Вентилятор охлаждения 12-ти вольтовый, 0,23 А. Такой вот высокий и достаточно мощный. В подвале у нас, как и предполагалось, очень много свободного места. Из плюсов здесь отмечут, что все вот эти провода, блин, столько нагревательный элемент. Здесь я явно не один и мне что-то наталкивает на мысль, что здесь именно керамический нагреватель использован. Точнее, не цельный нагреватель, а пластинки отдельные. Потому что здесь очень-очень много вот этих проводов идут. Это все от нагревателя. Они соединяются, обратите внимание, параллельно все. То есть здесь мелкие пластины. Если бы здесь был не хромовый нагреватель, то, вероятно, было бы два провода. То есть вот так, змейкой по всей площади был бы расположен нагреватель. Так, все провода имеют необгораемую изоляцию, обратите внимание. Вон он термодатчик, там по центру установлен, идет сюда. Здесь установлена небольшая печатная плата, на которой у нас собран источник питания. Это сетевой преобразователь, однотактный, на базе специализированной вот такой микросхемы. Этот источник питания, судя по всему, ватна 20 максимум, я думаю, 15-20. Судя по трансформатору, ну, похожие источники на такую, как правило, мощность рассчитанную. Выдает 12 вольт и все, да, одно питание 12 вольт. Запитан непосредственно от сети на вход, то есть поступает. А питание уже 12 вольт постоянное, идет на вот эту лицевую панель. Данный источник питания, я сперва подумал, что он просто на двустороннюю такую липучку приклеен. Потому что вот есть отверстия, да, для крепления. Но они не задействованы. Но тут по центру имеется вот шуруп, то есть все это надежно стоит на своем месте. Так, значит, вот на этой плате мы имеем, вон тут, скорее всего, оптика для управления семистором. Вот он у нас здесь семистор на радиаторе. Ну, для 2 кВт этого, скажу, что сполна достаточно, учитывая то, что здесь у нас еще и вентилятор имеется. Ну, там ничего такого особенного. Здесь я вижу вот микроконтроллер. Не знаю, вам будет видно или нет. Вот такая штука, скорее всего, это операционный усилитель. Да, не скорее всего, а точно, потому что можем наблюдать, что данные с термопарой идет на вот этот операционный усилитель. Это у нас узел сравнения. Затем через микроконтроллер завязано именно управление вот этим семистором. Дорожки силовые, обратите внимание, вот это у нас силовые дорожки, идущие на нагреватель. Они заложены. Здесь я никаких проблем не вижу. Между прочим, здесь использованный большой плюс использования твердотельных конденсаторов, обратите внимание. Что не может не радовать. Остальное все, в принципе, вот эти провода не имеют термостойкой изоляции, но оно и понятно. Здесь нагрев не особо сильный. То, что идет от непосредственных нагревателей, здесь все реализовано нормально. То есть, ремонтопригодность на очень высоком уровне. Все компоненты, ну, кроме микроконтроллера, я не могу сказать, на ней затерта маркировка или нет. Кроме микроконтроллера, все здесь можно без проблем взять, починить. Ну, я думаю, что уязвимым звеном в этой конструкции является непосредственно сам источник питания. Но вы могли увидеть, что здесь маркировка на микросхеме не затерта. Мне, к сожалению, не видно, но кому интересно, может посмотреть, что за микросхема. Итак, друзья, теперь давайте мы его запустим, проверим именно точность отображения, проверим потребляемую мощность, регулировку температуры и прочее. Значит, сперва замечу, что данный прибор сохраняет ранее установленное значение температуры. То есть, если, допустим, вы установили там 300 градусов, поработали, отключили сеть и заново включили, то он автоматически набирается температуры до этих установленных 300 градусов. После запуска питания у нас идет небольшая самодиагностика, зашумел сразу вентилятор. И вот 49 градусов, это потому что я ранее вот еще один дублик снимал, и стол пока что горячий. Ну, хотя установленное значение 50 градусов было. Так, значит, сразу начинается набор температуры, не нужно никаких дополнительных манипуляций проводить. Управление очень простое, чтобы менять температуру, мы жмем на сет, если ничего не трогаем, по истечению некоторого времени он возвращается на начальный экран. Если мы меняем, ну, нужно менять температуру, можно воспользоваться вот этими стрелочками. Вот, обратите внимание, давайте заодно проверим максимум 400 градусов, как и заявлено. Вот, давайте остановимся на значении в 50 градусов, потому что я хочу его остудить, и чтобы проверить, за какое время он разогреется до 100 градусов. То есть, скорость разогрева. Для того, чтобы сохранить, нужно нажать на Enter. То есть, мы сохранили значение. Вот сейчас 50 градусов, нажали на Enter, значение сохранилось. Теперь давайте я его полностью остужу, ну, до комнатной температуры, и с помощью термопары K-типа и высокоточного термометра мы заодно проверим именно точность установки температуры и скорость именно набора температуры, скажем, до 100 градусов. Вот комнатная до 100, ну, или до 200. Итак, друзья, значит, вот он наш термометр, достаточно точный термопара идет сюда. Здесь у нас каптоновый скотч, под ней находится термопара, ну, и для улучшения теплового контакта использована термопаста КПТ-8. И все это удерживается вот такой керамической штучкой. Она тут, чтобы термопара не соскочила, надеюсь, этого не произойдет, потому что, ну, несмотря на наличие каптонового скотча, он достаточно жаропрочный, но с ростом температуры, вот клеющие свойства будут утрачены. То есть, клейкий слой, да. Так, давайте запустим. Запустили. Установим сразу значение температуры. Значит, давайте в 200 градусов поставим. Так, немножко перебздили. Так. Забыл я нажать на сохранение. Все. Проверяем. Да, все классно. Установленное значение 200 градусов. И ждем именно некоторое время, пока стол не наберет эти 200 градусов. и заодно увидим время и точность температуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, друзья, прошло где-то 5-7 минут. Более точно, ну, здесь при монтаже где-то я прикреплю таймер, чтобы вы могли более точно оценить время разогрева. Ну и стол набрал выставленную температуру и сейчас поддерживает эту температуру. То есть, работает в режиме термостабилизации. Вы могли также заметить, что температура на этом термометре гораздо меньше установленного значения. И это, скорее всего, связано с тем, что стол пока что неравномерно нагрелся. То есть, мы помним, что температура у него, термопара у него расположена внутри. И, следовательно, гораздо быстрее разогревается, чем вот эта верхняя поверхность. Поэтому я подожду некоторое время, ну, где-то 10-15 минут, пока он полностью, вот, верхняя поверхность полностью не разогреется. И потом уже будем судить именно, насколько точно поддерживается температура. Но, по-любому, там будет некоторый разброс. Ну, и еще, я думаю, что сменю термометр, потому что термопара здесь мне не очень нравится. Хотя, в принципе, проблем не было, но достаточно давно я его сравнивал с эталонными приборами. Если будет большой разброс, возьму еще на всякий случай флюк и с его помощью уже будем мерить. А пока ждем. В общем, проблема либо в самой вот этой термопаре, потому что она уже изношена, либо стол неправильно показывает температуру. Ну, во всяком случае, повторюсь, разброс должен быть. Ну, там в пределах максимум 10 градусов, но никак не 60 где-то. Я сейчас меняю термометр на вот данный прибор. Сразу нужно было измерять с его помощью, чтобы не было вопросов. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас попробуем именно здесь родная калиброванная термопара под этот мультиметр. И он более точный, чем вот этот прибор. Сравнивал, кстати, ранее вот эти два прибора. Этот использовал как образцовый и показания там были плюс-минус одинаковыми. Возможно, со временем вот эта термопара пришла в негодность. Меняем. Ребят, честно, я в восторге. Установленное значение 200 градусов на эталонном приборе ровно 200. Ну, чуть-чуть больше. Что я здесь сделал? Ну, во-первых, использована родная вот эта калиброванная термопара под этот мультиметр. Прибор более высокоточный. И вместо КПТ-8 я использовал термопасту с металлическим напылением. То есть, сейчас у нас как бы тепловой контакт более лучший, чем был изначально. Значит, можно, конечно же, проверить и в других температурных диапазонах. Но я думаю, что здесь особо большой разницы не будет. Этим тест на именно точность вот этого показометра я считаю пройденным. Стол отображает все очень-очень корректно. Не отходя от кассы, начнем испытание. 200 градусов, установленное значение. Берем вот такую пластинку со светодиодами. Это алюминиевая плата от мощного светильника, который недавно сгорел. И я ранее эту штуку паял на обычной плите. Точнее, демонтировал некоторые светодиоды. Потом забросил. Отсюда и вот потемнение, которое имеется на плате. Ну, там на плитке нельзя очень точно контролировать температуру. Кидаем сюда. И еще здесь желательно включить вытяжку, что я и сейчас сделаю. Так, вытяжка запустилась. Надеюсь, что шум не сильно будет мешать. И ждем некоторое время пока, хотя, в принципе, это будет разогреваться достаточно быстро. Ну, в идеале, конечно, если появятся платы, там демонтируются компоненты, если особенно двухсторонний монтаж и прочее, нужно на стойках керамических установить плату, чтобы не было прямого контакта. Ну, хотя... Нет, пока что светодиоды не выпаиваются. Кстати, здесь температура начала падать. Обратите внимание. Чуть раньше было 95. Ну, вот, стол уже увеличивает мощность и опять он набрал нужную температуру. То есть, я включил вытяжку и температура начала падать, но термостабилизация здесь работает классно. Сейчас подожду некоторое время. Если температура... Нет, все уже. Ждать не нужно, ребята. Вот так вот просто можно... Давайте поближе сделаю. Вот так просто можно все демонтировать. Я, пожалуй, все демонтирую, потому что эти светодиоды мне нужны для других целей. Поэтому как раз-таки вот появился повод. Установленное значение опять 200 градусов. Пока что ничего не увеличиваем. Далее я беру парочку с VL. Импровизация, короче. И устанавливаю сюда видеокарту. Дождусь. Хотя здесь по-хорошему нужно дополнительно с помощью термопары контролировать. В отличие от паяльных станций профессиональных у этого термостола нет дополнительной термопары, чтобы была возможность контролирования именно температуру непосредственно на определенных элементах. Но будем ограничиться именно тем, что есть. Дождемся и попробуем при такой температуре что-то выпаивать. Но здесь, я думаю, что это не получится. Здесь без фенец. Нужны более высокие температуры. В случае чего, естественно, можно помочь сверху обычным паяльным феном. В таком случае у вас все получится. Учитывая, что плата предварительно разогрета до 200 градусов по Цельсию. Сейчас на экране вы видите 391 градус. Я выставил здесь максимальную температуру. И уже в течение где-то 10 минут эта температура не поднимается выше заданного значения. Потому что, я думаю, это связано с тем, что я устроил здесь очень серьезный сквозняк. Потому что плата сильно начала вонять. И вытяжки не хватило. Пришлось приоткрыть двери. Также обратите внимание на такой момент. Здесь немножечко все потемнело. Но оно и понятно, что это уже довольно долго работает на такой высокой температуре. Сейчас я знаю, что в комментариях найдутся люди, которые будут учить именно как греть платы, как с ними работать. Ребята, я прекрасно знаю, что платы нельзя разогревать до таких температур. Потому что есть пластиковые части, которые могут расплавиться. Есть конденсаторы. Конденсаторы. Ну, в данном случае это отвердотельные полимерные конденсаторы, которые не так взрывоопасны, как электролиты. Но все же. Необходимо греть плату до безопасного значения температур. Затем уже феном, либо верхним подогревом, если это у вас инфракрасная паялка, греть точечно конкретно взятый компонент, который нужно демонтировать или монтировать. То есть греется то место, куда вставляется компонент и сам компонент. В данном же случае я провожу исключительно опыт. То есть не стоит задача именно показать, как правильно делается. Наоборот, я указываю, что так делать не нужно. В принципе, с такими вот платами непосредственно сам стол не справляется. Нужно помочь сверху феном. Я могу это, конечно же, показать, но думаю, что ничего нового вы от этого не узнаете. Оно и понятно. Плата сильно разогрета. Небольшая помощь сверху феном. И любой компонент можно демонтировать. На этом я, пожалуй, выключу паялку. Пускай она, ну, преднагреватель, да, пускай она остынет. Потому что, ну, не совсем красиво, когда вот такое вот, да, сбоку. Ну, это, конечно же, не особо влияет на работу. Совершенно не влияет, но все же температуры достаточно высокие. И краска этого нехорошо выдерживает. Дабы не быть голословным, я вот выставил на фене 350 градусов. Хотя, в принципе, можно и меньше, просто чтобы ускорить процесс. Ну, обычный, хотя достаточно хороший, высокоточный термофен. Стол у нас нагрет до 391 градуса. Ну, давайте попробуем демонтировать, к примеру. Давайте начнем с мелкого. Это все делается в реальном времени, без применения флюса. С флюсом бы, конечно же, удалось бы, вот, все, видим, да. Микросхема пошла своей дорогой. Ну, кварцевый резонатор. Это, хотя, все это можно демонтировать и обычным паяльником. Неудобно просто. Вот, кварцевый резонтор тоже демонтирован. Давайте попробуем лечейку памяти. Это у нас БГА-микросхема. Здесь бы флюс не помешал, он бы проник под вот эти, ну, возле шариков и облегчил бы пайль. Увеличилась, то есть, теплопроводность. Память поддается не так легко, как обычные компоненты. Мало бы в одной, так сказать. Но, как видим, вот, без проблем все отбоялось. Ну, можно еще попробовать транзисторы. Они тоже довольны на теплоемких полигонах. Но, поверьте, никаких проблем у нас не возникнет. Вот, это силовые транзисторы БГА-3. Они сами достаточно серьезную подложку имеют. И сидят на массивных продуглированных полигонах. Ну, как видим, вот компонент демонтирован. Все остальное тоже без проблем. При желании можно и чик заменить. Таким вот способом можно поднять чуть-чуть температуру фена. Ну, процесс удаления чипа, я думаю, он именно в данной видеокарте неисправен. Но я это не буду чинить, естественно. Да и не моя специальность это. Думаю, что работа понятна. С применением обычного термофена, вот, многие могут сказать, тоже можно проводить определенные задачи, определенные работы. Я с этим согласен, но не во всех случаях. Когда речь идет о таких массивных теплоемких платах, ребята, с помощью обычного термофена, вы, например, вот этот чип будете выпаивать целую вечность. С помощью преднагревателя, естественно, этот процесс становится гораздо более интересным и быстрым. Я забыл, к сожалению, показать именно по поводу мощности. Сейчас установлена максимальная температура в 400 градусов. То есть, когда я включу питание, стол наберет эту температуру. Подключено все это дело через ваттметр. Запускаем питание и следим за показаниями ваттметра. 1900, практически 50 ватт. Ну, 1940. Ну, чуть-чуть не хватает до 2 киловатт. Но немножечко у меня стол при этом был нагретым. И вот обратите внимание сразу, когда начинается... Я сейчас это отключу, чтобы не мешало. Совет тем, кто решит приобрести в целом такие штуки. Не устанавливайте максимальное значение температуры именно во время запуска. Лучше по умолчанию там сделать 200 градусов, когда вы щелкнули на тумблер, устанавливается 200 градусов, а потом при необходимости увеличивайте. Потому что, когда с холодного состояния сразу набирает большой... Быстро набирает температуры, металл быстро расширяется и будет трещать все это дело. Это имеет место быть. Да и, в принципе, в случае любых других металлических штуковин при быстром их нагреве. Так, ну, по поводу мощности, здесь плюс-минус 2 киловатта есть. Перед тем, как попрощаться, пару слов в конце. Для каких людей данный стол может представлять интерес? Ну, во-первых, это люди, которые работают с устройствами, которые в своем составе имеют теплоемкие платы. Например, те же светодиодная продукция, те же светодиодные прожектора. Там платы на базе алюминиевой основы. Также люди, которые занимаются ремонтом материнских плат, видеокарты. И, конечно же, если они не хотят тратиться на дорогостоящие инфракрасные паяльные станции. Этот вариант, этот стол, как неплохой вариант, может быть, может помочь в деле ремонта указанных устройств. Но, естественно, как полноценная замена и в целом замена инфракрасной паяльной станции, он не катит. По той простой причине, что, ну, здесь просто мы имеем нижний подогрев и не инфракрасный. То есть принцип нагрева отличается от ИК паяльных станций. Также нету верхнего подогрева, нету возможности подключения дополнительной термопары для точечного контроля температуры на определенном компоненте, который нужно, с которым нужно работать. Но, тем не менее, он для большей степени именно сушки плат и демонтажных работ. Естественно, монтировать какие-то неответственные микросхемы, то есть которые не имеют большого количества выводов, тоже, в принципе, можно с этим работать. Но если речь идет об установке больших чипов, BGA-чипов, то желательно все же иметь верхний подогрев для равномерного впаивания именно микросхемы. То есть в данном случае полностью процесс, можно сказать, автоматизирован, а в случае использования подобных термостолов с их помощью тоже можно, в принципе, впаивать микросхемы подобного типа, но нужно обязательно с помощью термофена помочь столу. А термофен штука такая, что поток воздуха может отклонить микросхему, там шарики могут слипнуть и так далее и тому подобное. То есть с этим все понятно. А так, в принципе, учитывая именно его стоимость, вполне неплохой вариант для определенных задач, вы сами видели, что здесь очень точный контроль температуры. В случае чего можно с помощью дополнительного термометра проконтролировать температуру на определенных компонентах, с которыми нужно работать. Ну и, в принципе, это все. Штука достаточно простая, сделана, в принципе, неплохо. Большим плюсом является наличие именно керамических нагревателей. Я думаю, что они будут ходить очень долго. Еще вот эта верхняя поверхность сделана из авиационного алюминия с достаточно большой теплопроводностью. И за все это время этот стол у меня уже находится порядка одной недели. И я активно его тестирую, работаю с ним. И никаких проблем не было именно с этой пластинкой. То есть не выгнуло в зависимости от нагрева. Я грел до максимальных температур. Никакой деформации не было. Единственное, что вот именно в последнем тесте, когда я нагрел до максимальной температуры, и это оставил на очень продолжительное время, здесь краска по краям, как видите, помутнела, обгорела немножечко. Но в целом на работу это никак не влияет, но на внешний вид еще как влияет. То есть хорошее управление, достаточно серьезно сделанный корпус. Все полностью из металла, все удобно. Теплоизоляция. То есть вот эта часть, конечно же, она теплая, но без проблем можно взять, к примеру, нагретый стол и поставить куда-то в другое место, только при условии, что вы будете держаться вот этой части, а не в верхней части, где, собственно, расположен нагревательный элемент. С точки зрения удобств все здесь классно. На этом, пожалуй, у меня все. Не забываем оценить данное видео, подписаться на иные мои ресурсы, а ссылочку на стол найдете, как всегда, в описании. До новых встреч, друзья. Пока.